итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм именно так раз вы его смотрите и раз вы смотрите именно этот экран то это значит что я вам сегодня расскажу как вы поняли по названию видео о том как я сделал шапку ну в принципе не то чтобы это было сложно но на самом то деле дело том что для того чтобы ее сделать я пытался я пытался короче искать на просторах youtube а какие-то ролики которые бы мне помогли сделать ее но я не нашел в частности я не нашел адекватных роликов которые бы рассказывали как в общем то использовать стиле которые можно скачать на разных сайтах и также то есть были проблемы собственно с размерами шапки ну хотя проблемы с размерами шапки я уже полгода назад или когда там предыдущую свою шапку делал я решал ну и в общем то сегодня да я это будет одновременный подкаст на три тысячи подписчиков тут конечно две тысячи девятьсот пятьдесят подписчиков но я короче могу вот что сделать и подправить это немножечко до эй эй грузись давай вот и теперь короче контролев насколько я помню да я не забыл это слушайте саб саб сабскрайбер каунт да кстати я как это узнал знаете что это это короче тут джава скрипты и html то есть по сути оказывается разработчики интернет собственно всяких кодов ну в общем интернет программисты они как раз вот здесь с этим экраном работают кроме того иногда даже хакеры с этим экраном работают а я короче думал что это просто такое развлечение если это так легко то почему бы и нет а стоп 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 не так это делается я уже не помню как я это делал по моему так так просмотреть код вот вот здесь точно совсем забыл вот это вот джава скрипт по моему да контролев здесь работает а здесь не работает контролев и чё чё-то не то работает да так сабскрайбер каунт а чё он не показывает какое количество а нужно искать типа девять две тысячи девятьсот пятьдесят да не нашел что-то я две тысячи девятьсот пятьдесят в общем нужно посмотреть свой ролик прошлый плевать потом разберусь с этим а сейчас собственно я вам расскажу где скачать красивые шрифты ну вот такие вот это называется стиле и как ими пользоваться в общем то где их скачать ну на самом-то деле вы можете гуглить но я вот например вот такой вот сайт нашел photoshop мастеру здесь вы просто заходите куда-то заходите на понравившийся вам шрифт после чего типа смотрите если он вам понравился кликайте скачать ждете 30 секунд и он скачивается вот как-то так это я вам все рассказал после чего в принципе вы получите архив в котором будет лежать psd файл и сейчас мы с вами разберемся да я вынужден засветить свой загаженный столик ну рабочий столик вы поняли и в общем то стиль для photoshop блеск забавно мне казалось он не был он не назывался на русском языке а вот вот так вот он назывался вот такой вот вы получите и вот у вас будет вот этот вот psd файл я вам покажу на другом примере то есть на примере другого файла что вам нужно делать с этим файлом вы вот например я возьму вот эту вот штуку так как те моя штука которая мне нужна блеск цветной что-то а вот вот этот стиль который я хотел вам показать ну просто чтобы не тот который у меня на канале я не буду вам повторяться и показать тоже что я сам делал чтобы показать вам что это работает со многими стилями вот мы просто перетянули после чего вот так вот получили и как же нам изменить текст с этим у меня были самые большие проблемы потому что говорили что вот нужно щелкнуть там что-то потом добавить это вот ну говорили вот так вот нужно сделать и типа new style и добавляешь и потом можешь любой текст с таким же стилем сделать но это не работает да у меня photoshop глючит во время записи не обращайте внимание ну и к тому же тут файл довольно таки затратный что нам нужно здесь сделать нам нужно в первую очередь выбрать все слои которые запрещено редактировать вот эти вот замочки означает что их запрещено редактировать но в общем выбирайте по возможности все слои кроме первого если возле первого замочек стоит тоже то его тоже выбирайте так вы выбираете и чего то не получается нифига вот здесь вот убираем замочек после чего здесь тоже выбираем и убираем тоже замок точнее ставим и потом опять убираем замочек вот так вот эй замочек должен убраться замочек уходи у меня немножко подключивает photoshop потому что вы понимаете браузер работает одновременно photoshop работает все работает эй замочек замочек заключил ау нет на самом деле ничего не заключила все нормально вот в общем то я прервался и разобрался в общем то вот так вот ставить один раз нажимаем ставим туда запрет второй раз нажимаем убираем запрет проверяем на всякий случай нету ли нигде замочка после чего мы выбираем главный слой и жмакаем edit contents у меня photoshop сетей 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 14 какая то там версия но в принципе примерно так будет у вас не обращаем на это внимание ну точнее вы могли бы обратить внимание и и даже вам нужно было бы перевести все что здесь написано если бы вы разбирались с этим сами я переводил эти все сообщения чтобы понять что я делаю не так но вам этого не нужно потому что я вам сейчас все расскажу ставьте лайк заранее этому видео и здесь как вы видите у нас проблемы нам говорят робота black italic вот такой вот в общем то нам нужен шрифт для того чтобы писать таким же шрифтом свои буквы если же нет то нам у нас будут проблемы в общем то и чтобы не было проблем робота давайте робота это лик вот робота болт что-то там стоп давайте проверим еще раз что это за шрифт так блэк и талик робота блэк и талик окей проверяем есть у нас тут конденсит робота блэк 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 лайт а есть робота блэк и талик вот робота блэк и талик вот он теперь мы его скачиваем как вы видите есть здесь варианты и для русского языка и для английского 2011 года шрифт мы скачиваем на рабочий стол спокойно и отсюда же можем сразу же открыть после чего жмакаем установить 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 и так далее так значит дальше что у нас тут идет теперь по идее если мы щелкнем вот так вот у нас будет робота блэк апдейт апдейт мне плевать вот теперь это мы можем редактировать пишем например парадигм но мы не можем написать парадигм и теперь важно то о чем нас предупреждали перед тем как мы начали редактировать нужно сохранить просто сохранить вот эту вот фигню все после того как мы что-либо поредактировали иначе в общем то мы не сможем просто закрыть это окошко изменив здесь что то это происходит довольно таки долго так что ну зависит от того какой вы стиль скачали так ладно выключу пока она не закончится хотя она сейчас и закончится чуть вот наконец-то у нас все прошло и и теперь мы можем спокойно закрыть и как вы видите у нас парадигм но как вы видите тут было окошко вот это вот давайте я вам покажу то есть здесь вот это вот окошко оно ограничено если как вы поняли будет текст у вас залазить за него то он будет не полностью отображаться как вы видите у нас именно так но то что в общем то помещается то отобразилась правильно теперь для того чтобы в следующий раз когда вы откроете этот файл у вас будет опять по умолчанию все написано для того чтобы сохранить и этот файл так как он есть вам нужно изменить собственно сохранить его под другим именем например вот эффект и дальше типа парадигм или что хотите то и пишите естественно для того чтобы сохранить его уже куда-то в другое место нужно jpeg взять ну и в общем то вот такие вот дела теперь же так мы откроем пожалуй это ту вещь которую я редактировал да вот такой вот редактор как вы видите и что у нас здесь есть дело в том что я просто вот это тот текст я его переместил но с тем шрифтом вы смотрите можно ли убрать в общем то фон у текста дело в том что у этого текста который я вам показываю у него можно убрать у этого стиля у него можно убрать фон это круто вот этот собственно стиль и вот как вы видите мы можем просто взять и убрать фон и будет прозрачно это очень офигенно только такие используйте если у вас будет тот текст у которого в общем то нельзя убрать фон то естественно вам придется или делать черный фон у своей шапки канала а это ограничивает собственно вашу креативность ну или как то в общем то с этим придется разбираться так вот в общем то я просто переместил сюда этот текст ну как вы поняли просто файл переместил также у нас есть очень одна интересная штука это собственно channel art template вот эта вот штука давайте ее тоже откроем я ссылки на сайты где можно скачать собственно стиле ссылку на сайт где можно скачать шрифты и также ссылку на сайт не на сайт а ссылку собственно на скачку вот этого вот шаблона тоже оставлю вот это вот штука то есть мы размещаем сюда например текст куда угодно потом обрезаем другие крайние эти куски что я должен отметить можно убрать серое и в таком случае вот это вот все надписи будут не так сильно видны можно добавить серое в принципе в конце вы просто перед тем как сохраняете убираете все то есть убираете вот эти вот два слоя и сохраняйте чисто тот рисунок который у вас получился но прикол в том что вот эта вот штука давайте я даже вам покажу если мы например вот сюда вот поместим свой вот этот вот темплейт то как вы видите у нас будет просвечивать сквозь него вот эти вот все как вы видите надписи размеры все и вот мы видим что здесь линии вот здесь вот будет наша аватарка примерно вот здесь вот то есть максимальный размер экрана будет вот здесь вот с другой стороны то есть вот такие вот границы будут и вам важно чтобы все основное поместилось вот здесь вот сюда куда-то в бок вы можете какие-то фичи добавлять вот я например добавил смайлик то есть эмодзи луну то есть получается как я хочу вам показать что точнее я хочу вам показать вот например видите есть луна бабах нет луны бабах есть луна бабах нет луны вот как вы видите смайлик прячется кроме того как вы видите сдвигается собственно аватарка мини иконка канала и вот здесь вот я специально подчеркнул этот сдвиг вот таким вот скажем так зажелтением довольно красиво я считаю получилось ну в той мере в которой оно вообще у меня может быть красивым также поставил стрелочки нарисовал собственно жми текст написал и так далее и тому подобное довольно прикольно так значит что еще я должен отметить то есть как вы видите можно так запросто спроектировать что вам нужно вот собственно проект дальше где я брал собственно эти все эмодзи стрелочки просто в google убиваем то есть там но важно что то есть например давайте луна эмоции пнг 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 и вот как вы видите ставим чтобы картинки выдавала и мы можем вот посмотреть что нам выдала вот все эти луны видите вот это вот клетч это означает что это собственно пнг пнг почему чтобы потом не вырезать вручную все это я предпочитаю находить в общем то именно уже в формате пнг картинки всякие то же самое со стрелочками а значит дальше что еще мы можем вот это вот все 3d менять как то вот при помощи давайте не получается а вот вот как вы видите мы можем паттерны всякие менять вот это вот все таким образом мы в принципе можем изменить цвет текста там ну доработать скажем так чтобы было оригинальным я этот текст в принципе хотя и скачал но я его доработал поэтому все тут с этим делом нормально значит как обрезать изображение для начала мы короче его растрируем то есть если у вас это как смарт объект то его нужно растрировать вот видите code not complete your request because smart object is directly в общем edit tab то есть значит вот это вот конверт to smart object нет где то не здесь не помню растериза ауэрс по моему так я чет не помню как это и мэйч так вот постериза нет не постериза да у меня как вы видите все на английском но я в принципе уже довольно привык и на самом то деле мне нужно английский учить поэтому вот такие вот дела и теперь мы как вы видите можем удалить значит что мы удаляем то есть мы можем удалить тот слой ну выделение на том слое на котором собственно сейчас стоит наше выделение например если мы выделим еще вот этот слой ну точнее не еще а просто вот этот слой то мы сможем короче удалить часть текста вот так вот если же мы оба выделим и потом ну или практически все выделим свои то мы можем вот так вот удалить так ауу Че то не хочешь ты удалять, да? Так Нет Нет, не удаляется почему-то Видимо только на каждом по отдельности Слое можно что-либо удалить Ну вот, например Вот здесь вот еще можем Попаха удалить Вот такие вот дела Не забывайте, кстати, что есть Контравальдзет Неплохая штука Позволяет Все отменить Вернуть все взад, как говорится Короче В общем, просто не сохраняем Вот и все Так гораздо легче Теперь, значит Как вы видите, у меня на отдельное все это сохранено То есть Моя шапка сохранена в отдельный файл И, собственно, как получить вот эту вот полупрозрачность Ну это, пожалуй, самое легкое То есть У нас тут есть два слоя Что мы делаем? Мы просто создаем, типа Какой-то пустой слой New layer, например Вот Дальше edit Free transform Нет, не подходит Free transform Значит, значит, в общем-то Бруш Нам нужен Нам нужно как-то, в общем-то Заполнить Все белым Или не белым Как вы уже захотите В принципе Да, глючит немного Ну, простите меня, пожалуйста Так Теперь, значит Edit Free transform Теперь мы трансформируем Куда нам нужно Насколько угодно Теперь, значит Мы Apply Теперь layer style Идем в layer style И core overlay Можем, например, красное сделать После чего Мы можем, в общем-то Opacity Opacity Это, в общем-то Вы сейчас поймете Собственно Прозрачность Вот так вот И теперь мы можем Собственно Вот этот Вот этот слой Который мы получили Layer 2 Эй Почему-то переключается На самый последний Слой Давайте вот так вот Пролистаем И поставим его Самым первым После чего Мы можем Его передвинуть Как вы видите Можно таким образом Наложить какой-то Цветофильтр Ну, то есть Можно на самом-то деле По-разному Наловокладывать Цветофильтр Ну, вот Такой вот Прикол в фотошопе Вот, как вы видите Можем Несколько Цветофильтров Наложить Одновременно Довольно-таки Прикольно Как вы видите Получается Не знаю Возможно Я идиот И можно С заливкой Без вот этой вот Кисти Без использования кисти Залить какую-либо Область Но я делаю так Поэтому Мне все равно Ну и в общем-то Я все рассказал Как я свою шапку Сделал Всем спасибо За просмотр Не забудьте Поставить лайк Это был Такой себе Подкастик Одновременно С полезным Видео О фотошопе И всем Пока-пока